Как же много сухой травы? Вот бы ее сжечь, чтоб не мешалось. Если вам в голову приходят такие мысли, никогда так не делайте. Сжигать сухую траву крайне опасно, особенно сейчас, когда в игре введен противопожарный режим. Это сулит вам не только штрафами, но и большим пожаром. Для контроля за дачниками сотрудники управления ГО и ЧС проводят рейды каждую неделю. Там они проверяют, насколько безопасны дачные участки и все ли меры предосторожности соблюдены. Виктор Касьянин, к примеру, сразу заявил, что ему скрывать и бояться нечего. А отопление какое у вас? Печное. Печное? Печка хорошо сложена? Ну, можете по небо смотреть. Ну, можно глянуть, да? Один сухитель есть. Бочки с водой стоят, насос с водой, шлангой стоят. Вот моя печка, ну, это бы, скажем, лет пять, наверное. Там меня замотано, ну, тут немножко еще достраивать. Нарушений на участке практически не было. Вопросы вызвали только доски. Но Виктор обещал оперативно устранить этот недочет. Со слов самого дачника, соблюдать правила пожарной безопасности его научили еще с детства. Папа мужчины 20 лет проработал пожарным. Очень важно и необходимо, чтобы не сгореть. И чтобы потом не выскакивать в одних из, извините меня, панталонах в окно от пожара. Лучше предупредить. Если бы все были такими сознательными, как Виктор, возможно, рейды бы и не понадобились. Но, увы, на следующем участке проверяющие столкнулись с более грубыми нарушениями. Вот этой травы вообще быть не должно, вообще. Здесь должна быть голая земля. Это пожар опасно. А здесь, посмотрите, это что вы видите? Нет, я там все перекопала. Так дымится же. А мне мусор, вот он мусор лежит. Закапывайте. Мне же его надо сжигать. Закапывайте. Не надо ничего сжигать, надо закапывать и все. Зажигаемые кучи прямо при проверяющих затушили. Сотрудники управления ГОИЧС напоминают, что соблюдение мер пожарной безопасности в первую очередь поможет самим жителям. Большинство людей, конечно, понимают серьезность этой темы, достаточно серьезно относятся. Конечно, бывают замечания и нарушения по этой тематике, но в основном из-за того, что люди в большинстве случаев не понимают, к сожалению, серьезность и опасность пожаров. Всего за этот рейд специалисты проверили четыре сонта. Там не только проводили проверки, но и вручали памятки. В них есть и информация об ответственности за нарушение пожарной безопасности. Во время действия противопожарного режима штраф для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Илья Коваленко, Роберт Шерифьянов, телеканал Самотлор.